Интера-маркет – это более 12 тысяч пластинок и более 3 тысяч книг, а также сувениры. Интера. Всё для людей. Вручаю вам удостоверение депутата Первуральской городской думы и значок. Полку депутатов прибыло. Вновь избранные Рим Хафизов получают специальный значок, удостоверение и поздравление коллег. Напомним, своё доверие ему оказало большинство избирателей 20-го избирательного округа. Однако на долгие церемонии времени нет. В повестке 29-го заседания думы без малого – два десятка вопросов. Один из самых острых изменений в налоговом законодательстве. С 1 января 2020 года Свердловская область переходит к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Обращаю ваше внимание, что Свердловская область одна из последних осуществляет переход. Депутатам предлагают утвердить коэффициенты поэтапного увеличения налоговой нагрузки на граждан. В первый год владельцы квартир стоимостью свыше 2 миллионов рублей, а также собственники частных домов заплатят лишь 30% разницы между налоговыми суммами этого года и теми, которые насчитали специалисты службы государственной регистрации. Для собственников квадратных метров в многоэтажках дешевле 2 миллионов рублей платить придется еще меньше – 20% разницы. Налог на имущество в первый год у меня будет составлять сумма налога на имущество от инвентаризационной стоимости плюс 20%. Таким образом, три года будет соблюдаться поэтапное повышение, плавное повышение налога на имущество. В администрации спешат успокоить. Резкого повышения налогов ждать не стоит. По прогнозам, у большинства суммы могут даже снизиться. При этом, вероятнее всего, бюджет ничего не потеряет. К тому же впервые вводятся налоговые вычеты. В частных домах не будут облагаться 50 квадратных метров, в квартирах – 20. Все льготы сохранятся. И все же у депутатов эта тема вызывает много вопросов. Геннадий Гарипов требует восстановить справедливость и уравнять налоговые ставки для домов и квартир дешевле 2 миллионов рублей. Сделать, как вот в аналогии с квартирами. Потому что дома бывают разные. У нас у пенсионеров дома меньше 2 миллионов. Почему они должны платить 0,3? Они точно так же должны платить 0,2. Впрочем, большинство депутатов это решение не поддерживает. В итоге голосуют за проект, предложенный мэрией. Но настаивают. Уже сейчас среди жителей должна начаться разъяснительная работа. Один из народных избранников даже предлагает разработать методичку. Другой вопрос повестки тоже касается недвижимости. Прокурор потребовал не допускать нарушений закона при предоставлении бесплатно земель в собственность, в том числе ветеранам, героям Советского Союза и Российской Федерации и другим категориям граждан. Раньше у нас действовало положение, что гражданам-очередникам предоставляются уведомления, они вправе отказаться, предоставляется второй участок. И после того, как они отказывались от участка, они переносились в конец очереди. Сейчас будут предлагаться участки до того момента, пока он не согласится. С 1 октября на 4% вырастет зарплата действующих чиновников и тех, кто сейчас находится на пенсии. Проиндексировать оклады настоял губернатор Свердловской области. Депутаты Первоуральска это решение поддержали. Не вызвал споров и вопрос о внесении изменений в бюджет. В результате экономии появились дополнительные 30 миллионов рублей. Их направят на коммунальные и другие текущие расходы в школах и детских садах. 2,5 миллиона рублей на подготовительные мероприятия следующего этапа благоустройства набережной Нижнешайтанского пруда. Еще 300 тысяч пойдут на ремонт трубопровода у кинотеатра «Восход».